В которой была межидеологическая война, она шла между двумя, так сказать, идеологами. Сегодня идет гибридная война, и основа гибридных войн является межцивилизационная война. Вот мы смотрим на Россию, да, славянская цивилизация. Из России оторвали Болгарию, Украину, Чехию, Словакию, да, уж не говоря о Польше, которая, ну, в общем-то, несколько иная категория. Я хочу особо подчеркнуть, что Вторая Карабахская война, это была межцивилизационная война, когда оторвали Карабах и передали Турции, основную часть Карабаха, в цивилизационном контексте. И сейчас пытаются оторвать всю армию от России тоже. Вот это в рамках вот этой войны все происходит. Что надо делать? Да, можно о тех темах, о которых я говорил, говорить часами. Но вот я хочу отцов подчеркнуть, что надо делать. Айд Борисович очень правильно заметил, что не всегда Россия выступает хорошо в жанре мягкой силы. Это крайне важно. Я хочу вспомнить такую вещь. В 90-е годы, в начале 90-х годов, весь Советский Союз спел песню «Ветер перемен», «Mind of Change». Оказалось, что вот эту песню создали пособа мотивы американской разведки, которая называлась «Боевая поэзия». Очень интересно. Вот мы сегодня являемся жертвой этой мягкой силы, которая оккупировала Армению. Будем еще называть своими именами. Да? Вот нынешняя власть – это оккупательная власть. И вот мы не видим, так сказать, той поддержки, которую ожидаем. Очень важно, конечно, я в числе тех, которые все время говорю, что раз российская, так сказать, российский сапог, грубо говоря, наступил на Карабахскую землю, это очень и очень много. Вот я все время стараюсь вспомнить исторические факты, да, вот я недавно в телефонном разговоре говорил, что нам надо отмечать каждый год поход генерала Паскевича в Армении. Нет, ну взятие Ереван, да, вы говорили? Совершенно верно. Взятие Ереванской крепости. Да, 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 да. Вот нам надо отмечать эти дни. И нам всем надо думать, а что делать для того, чтобы в этой безчеркной войне выжить? Я неоднократно обращался в разной инстанции на то, что как-то формировать фонд или, так сказать, движение византийского или восточно-христианского, да, форсо-христианской цивилизации, я думаю, это крайне важно. Есть и другие проекты, но я уже не буду, так сказать, много говорить о том, потому что есть и, кроме тех вещей, о которых я говорю, есть и хорошие вещи. Это то, что развивается и вторая цивилизационная линия на помощь нашей цивилизационной линии по Аббасе и Ереван-Маскову. Это, так сказать, пояс Бекин-Тегеран-Дамаск. И Дамаск как раз, это нынешняя, так сказать, славянская цивилизация, планетная точка, это Дамаск. То есть в Дамаске встречают эти две цивилизации, которые к одной идут, а все же друг к другу. Ну, на эти темы можно говорить самые, особенно я сейчас пытаюсь, что-то такое написать, более или менее мятное, так что спасибо за меня.